Среди диетологов бытуют разные мнения по поводу употребления печени трески. Большинство из них сходятся во мнении, что печень трески нужно есть как можно чаще, ведь она является источником многих полезных веществ. Чем же полезна печень трески и почему врачи рекомендуют ее есть всем? Печень содержит большое количество жирорастворимых витаминов, таких как А и Д. Они обеспечивают нормальную работу всех систем в нашем организме, иммунной, половой и гормональной. Нехватка этих витаминов особенно сильно чувствуется в зимний период и приводит к различным заболеваниям, в частности, к авитаминозу. Витамин Д играет важную роль для здоровья кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, он способствует нормальной работе мозга и помогает восстанавливаться после тяжелых умственных нагрузок. Также витамин Д важен для нормального внутриутробного развития эмбриона. Поэтому печень трески советуют есть беременным женщинам. Витамин А защищает от различных проблем с кожей и ногтями, предотвращает выпадение волос, при его достаточном количестве в организме волосы становятся менее сухими и ломкими. Витамин А – это также антиоксидант, борющийся со свободными радикалами, которые провоцируют развитие новообразований. Еще в печени трески содержится жирная кислота омега-3, которая не способна синтезироваться в организме естественным образом. Она поступает в него только вместе с едой. Эта кислота улучшает состояние хрящевой ткани и препятствует воспалительным процессам, в частности, в суставах и мышцах. Употребление печени трески также предотвращает развитие артритов и рахитизма у детей. Как и другие морепродукты, печень трески содержит йод и кобальт. При дефиците этих веществ, характерный недуг для жителей мегаполисов, страдает щитовидная железа, отвечающая за иммунитет. Поэтому употребление печени трески, особенно зимой, является залогом нормального функционирования защитного механизма организма. Кроме пользы, печень трески может нанести нашему организму и вред. Связано это прежде всего, с тем, что этот продукт очень жирный и может вызвать сложности с пищеварением. Переедание печени трески может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, изжоги и тошноте. Эту печень также не рекомендуется есть в следующих случаях. Людям с индивидуальными аллергическими реакциями на этот продукт. Людям, страдающим заболеваниями печени и желчного пузыря. Не рекомендуется людям с избыточным весом и ожирением. Людям, имеющим камни в почках. Также опасно есть печень рыбы, проживавшей в загрязненных химическими веществами водоемах. В таких случаях концентрация токсинов в ее мясе и органах может превышать норму. Выбирая консервы из тресковой печени, нужно внимательно читать состав на этикетке. Консервированный продукт должен быть изготовлен из охлажденного сырья, рыба недавно была выловлена, а не из замороженного. Это гарантия того, что продукт сохранит полезные вещества и будет вкусным. Также обращайте внимание на то, чтобы в составе консервов не было искусственных консервантов с маркировкой «Е». Максимум, что допускается, так это небольшое количество масла, соль, лавровый лист и некоторые натуральные специи. Большое спасибо за просмотр! Большое спасибо за просмотр!